Всем привет! С вами Таня Генерал и это канал Субъективно об Америке. В эфире рубрика Здорово живем! По воскресеньям мы с вами собираемся узким кругом людей, тем, кому интересно простая, правильная жизнь, здоровое питание, долголетие и все остальное. Сегодня поговорим о страданиях офисного планктона, людях, которые вынуждены в силу своей профессиональной особенности долго сидеть и много работать руками. Да, я вам сначала расскажу все притирки и припарки, которые я покупаю на iHerb сейчас для своих больных суставов. Я сама себе диагностировала тоннельный синдром, но потом оказалось, что это не он. Но тем не менее, все мои притирки и припарки, они абсолютно правомочны, помогут всем остальным для того, чтобы не только вылечить, но и предотвратить боли в запястье. Все товары, как обычно, я покупаю на iHerb. У меня партнерская программа с iHerb. При покупке используйте мой промокод, у вас будет как минимум 5% скидка на любые покупки. А если это товары бренда iHerb, собственные товары, то еще и 10% скидка. И еще у них там все время какие-то тайные акции, так что не забывайте вводить мой промокод. Ну а теперь поехали. Проблемы с болями в запястье у работников компьютерного труда происходят из-за того, что положение руки долгое время, замерзшее, начинает меняться форма сухожилий, начинает меняться форма хрящей, истончаются кости в одних местах, в других они утолщаются, и начинает зажиматься сосуды, прекращается или ухудшается кровоснабжение, пережимаются нервы. Отсюда чувство онемения, отсюда чувство покалывания и отсюда боли. Поэтому первая наша с вами задача, конечно же, как можно чаще прекращать свои неправильные положения и делать разминку, стимулировать возвращение крови в руки. Традиционное вот это вот мы писали, мы писали, наши пальчики устали, как минимум 5 минут каждый час. Сжать очень сильно, выпрямить, сжать, выпрямить, сжать, выпрямить. Еще одно очень простое упражнение, когда вы делаете свою руку вот так и вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И последнее. Быстро, просто, вообще без проблем вам нужно сложить руки. Намасте. И теперь опускайте как можно ниже для того, чтобы вот этот угол был прямо острым. Как можно ниже. И так зафиксируйте и подержите. Ваша задача почувствовать каждую жилочку, каждое сухожилие вот в этой части руки. То есть вы замечаете, когда вы делаете вот это, вы прям чувствуете, как оно у вас работает. Когда вы делаете вот это, чувствуете, как у вас там все работает. Когда вы делаете вот это, чувствуете. И, конечно же, нашу молитву. Эти три-четыре простых упражнения поставьте себе напоминалку и каждый час их выполняйте. Я сейчас даже не говорю про то, что мышь у вас должна быть эргономичная, то, что локти должны лежать на столе. Это уже такая азбука, такие прописные истины для всех работников компьютерного труда. Я сейчас говорю о каких-то минимальных усилиях, которые нужно приложить, чтобы либо продолжить хорошо себя чувствовать, либо, если у вас уже появились какие-то симптомы, их предотвратить, приостановить. Ну, а теперь о припарках и притирках. Так как все это происходит из-за воспалительного процесса, наша с вами задача максимально этот воспалительный процесс остановить. И так как кардинальное, радикальное решение для этого – это уколы гормонов, чуть ли не в наши эти бедные связки и сосуды, и сухожилия, и мышцы. И поэтому давайте мы до этого доводить не будем, и будем пользоваться всем, что нам природа дала. Самые главные, самые любимые противовоспалительные средства – это имбирь. Здесь вот он у меня засахаренный, лепестки имбиря засахаренные. Здесь вот я нашла еще его из турмерика. Турмерик считается первым по мощности, по способности предотвращать воспалительные процессы. Вот такие жевательные конфетки, мармелад, в чистом виде мармелад. К сожалению, кроме турмерика ничего больше не ощущается, хотя заявлено, что он с джинджером, но джинджер, вот эта острота имбиря совершенно не ощущается, поэтому я их как просто конфеты две утром замахиваю и все. Имбирь у меня вообще идет вместе с чаем. Кстати, о чае. Раз уж я решила так серьезно заниматься своим здоровьем, потому что у меня неделю рука реально болела, я ее носила вот так, как младенца, я решила бить по всем фронтам и заказала еще на iHerb вот такой чай. Я очень люблю чай, но вы понимаете, я из Сибири, я и чай, близнецы, братья. Вот так упакован, каждый пакетный чайный пакетик упакован вот в такой еще пакетик. Внутри чайная пирамидка, чай вот такого вот оранжевого цвета, но после того, как он постоит 5-10 минут в кипятке, в кружке, становится вот это вот, вот этот послевкусие имбиря, добавляете туда меда, если любите, и это просто, это майский день именины сердца. И вот с этим вот имбирем вдвоем вот так мы вечера и проводим. Также доктор мне сказал о том, что коллаген, который у меня то потухло, то погасло, из-за того, что он такой огромный, его пить просто невозможно. Вот единственная у меня жалоба на коллаген, это то, что он вот такой вот гигантский. Но тоже точно так же коллаген нам очень нужен для того, чтобы эластичность связок поддерживать, эластичность стенок сосуда поддерживать, хрящевые ткани и все остальное. Поэтому коллаген наше все. Я бы предпочла, конечно же, холодец, но у холодца есть свои противопоказания, поэтому коллаген сюда же. По моему личному рейтингу омега-3, вот она просто спаситель жизни. Мне ее прописывали уже три разных доктора, и все о ней говорят как о важном элементе в моем вот собственном наборе биодобавок. Кроме того, что это увлажнение, кроме того, что это снижение воспалейки, кроме того, что это эластичность стенок сосудов, это еще и эластичность стенок сосудов, которые сейчас у нас являются проблемными. Кровоснабжение нарушено, у меня было вот прямо онемение вот этой всей части. Поэтому для того, чтобы сосуды чувствовали себя лучше, омега-3 просто... Но она на самом деле никуда из моего рациона не уходила, она просто продолжает в ней оставаться. Но я должна была сегодня в этом списке о ней упомянуть, потому что она одна из важных. Еще доктор мне сказал про яблочный уксус. Его я сегодня вам среди всего прочего не показываю, потому что у меня к нему возникли определенные вопросы. Но очень рекомендуют яблочный уксус добавить тоже во всю эту команду, потому что он точно так же обладает противовоспалительным эффектом. Тильда, прекрати там хулиганить сейчас же. Я заняла ее место, она опять недовольна. Иди сюда, иди сюда, прыгай, прыгай, давай. Ну и, конечно же, одно из главных упражнений – это гладить кошку. Чем больше вы гладите кошку, тем больше ваши руки работают. И тем меньше у вас напряжения и проблемы. Сюда же я бы добавила еще и моменты, которые… Если вы уже встали и прервались на этот свой час, то, конечно же, сделайте дополнительные еще и упражнения для мышц сосудов вашей шеи. Это точно так же увеличит приток крови, это точно так же улучшит циркуляцию крови. Чувствовать вы себя будете лучше. Делать все очень медленно, прислушиваясь к своим ощущениям. Хвостик. Прислушиваясь к своим ощущениям. Номер один. Кладете руку на голову, наклоняете ухо к плечу. Следите, чтобы ни вперед, ни назад не наклонялось ровненько к плечу. И чувствуем натяжение вот здесь. Эту руку опустили. Не тянем ничего, просто положили руку под тяжестью руки. И медленно в обратную сторону. Точно так же в другую сторону. Под тяжестью руки ничего не тянем, ничего. Вот здесь должно все потянуться, 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 потянуться. Второе упражнение. Это просто вправо, влево, вперед, назад. Медленно, медленно и прочувствовано. Ну и последнее упражнение. Ну и последнее. Сцепите руки за спиной в замок. И медленно посмотрите на этот замок. Или на кошку, которая у вас там сзади сидит. И в другую сторону точно так же. Медленно. Медленно, медленно и прочувствовано. Несколько раз. Сделайте эти упражнения по пять раз каждый час, когда вы делаете свою паузу. Пока вы идете за кофе. Тильда шлет вам всем привет. Она говорит, вы заняли мое место. Тильда. Конечно же, самое главное упражнение это гладить кошку. Вот примерно все, что я сегодня вам хотела рассказать. Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы. Не забывайте заботиться о себе вот такими мелкими какими-то мелочами. Один раз в час встать, пройтись, размять ручки, размять шею, размять плечи, размять голову. Помять себя хорошенечко. Сделать 50 приседаний, выпить воды. И прийти на рабочее место и снова начать работать. Потому что работа, она делает нас свободной. Напоминаю вам, что все товары для красоты и здоровья мы заказываем на сайте iHerb.com. При заказе не забывайте использовать мой промокод TAT1504. Подписывайтесь на мой инстаграм. Это специальное подразделение Тани Генерал, где я пишу только про товары с iHerb. Ссылочка будет в описании. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам бодрости. Я вас всех очень люблю. Далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Пока-пока. Ты перестанешь уже тут демонстрировать мне свои демонстрации, кошка? Ну и что ты тут там изображаешь? Что ты тут нам изображаешь? Как несчастную кошечку притесняют и кресло у нее отобрали. Расскажи, расскажи, конечно.